В 2004 году газета Guardian попросила взять у мамы МакКуина интервью своего знаменитого сына. «Чего ты боишься больше всего на свете?» – спросила она его. «Умереть раньше тебя», – ответил Александр МакКуин. Джойс МакКуин всегда была опорой для своего сына. 11 февраля 2010 года, спустя три дня после смерти своей матери и всего за день до похорон, его нашли повешенным на своем ремне в гардеробной. Чтобы понять, что привело его к этому роковому решению, нам немножко стоит окунуться в его биографию. Ли Александр МакКуин родился 17 марта 1969 года в рабочем районе Степни из Тенда в Лондоне. Будущий дизайнер рос в многодетной семье. У него было пять братьев и сестер. МакКуины вообще были типичными представителями рабочего класса. Его отец был таксистом, а мать – учительницей в школе. Семья была очень далека от мира моды, который маленький Ли грезил буквально с детства. У его отца было крайне консервативное представление о том, какую профессию ему стоит выбрать после школы. Родители были уверены, что он пойдет по стопам отца и станет таксистом. Ну, на крайний случай механиком или сантехником. Творческие профессии в семье не рассматривались. Они считались балансом и чем-то несерьезным. Но все, как обычно, изменил случай. Однажды они с мамой смотрели телепередачу, в которой говорилось, что на знаменитой Севиль-Ро в Лондоне – это та улица, где отшиваются самые дорогие костюмы по индивидуальным меркам для аристократии и вообще мировой элиты – не хватает закройщиков. А молодежь не хочет идти обучаться этому ремеслу. Тогда Джойс предложила сыну попробовать. Она, как никто, знала об его увлечениях и сказала, что ему скажут либо да, либо нет. Третьего не дано. Ему обязательно стоит попробовать свои силы. Ли послушался совета матери и устроился в ателье Андерсон и Шепард. Все, кто работал с Маквином, сходились во мнении, что он был невероятно талантлив, усерден и у него все прекрасно получалось. Он впитывал информацию, как губка, и уже скоро ему начали доверять более ответственной операцией. Я знал, что я не продержусь в подобном месте до конца своих лет, сидя на скамье в крошечном ателье и пришивая лацканы. У меня была страсть, и я был хорош в своем деле. Я хорошо шил пиджаки. Я быстро учился, быстро научился шить брюки. Я хотел знать все. Дайте мне все. После он пришел устраиваться к дизайнеру японского происхождения Кодзи Тацуно. Пришел он туда не просто так, а с заявлением, что способен шить фраг лучше, чем его 50-летний портной. Такая самоуверенность заинтересовала Кодзи, и он чисто ради интереса предложил ему попробовать свои силы, чтобы посмотреть, что из этого получится. Как японский дизайнер, Тацуно всегда работал в несвойственной и необычной манере. Он экспериментировал с формами, объемами и силуэтами. А если вы хотите узнать чуточку больше о представителях японской школы, то на моем канале вы найдете ролик про Йоджи Ямамото. Переходите и смотрите. Для юного Ли это был важный опыт. Он живо интересовался, почему Тацуно выбирает ту или иную форму. Он непрерывно учился, вбирая в себя любую информацию. После он просит свою старшую сестру, которая тогда работала в туристическом агентстве, купить ему билет в один конец до Милана. Ну и там он проработает недолго, однако за это время получит бесценный опыт и покинет ателье итальянца, чтобы продолжить обучение. Тогда он возвращается в Лондон и идет в знаменитый Централ Сент Мартинс, но не для того, чтобы учиться, а чтобы получить там работу. Он показался мне малообещающим, жалким и непривлекательным. Плохо, конечно, так говорить, но так и было. Просто мальчик с мешком одежды в руке в моем кабинете. Я сказала ему, что тебе нужно, а он ответил, я пришел к вам. Он искал работу, а работы для него у меня не было, но он меня заинтересовал, я увидела в нем страсть. Так о своей первой встрече с Макуином вспоминает Бобби Хилсон, основатель магистратуры по дизайну одежды Централ Сент Мартинс. Тогда она вместо работы предложила ему прийти на свой курс, однако стипендии предложить она ему не могла, а обучение в этом престижном университете стоит ой как недешево. У Ли, конечно, таких денег не было. Тогда ему на помощь пришла его обожаемая тетушка, которая сказала, что у нее в банке есть какие-то собережения, и ей они, в общем-то, не нужны, и лучше она потратит их на образование племянника. Она работала в сфере продажи текстиля и понимала, что у молодого человека определенно есть талант. Тогда он вернулся к Бобби и сказал, что моя тетя оплатила учебу, так что теперь я с вами. Так Ли Макуин оказался в окружении таких же, как он, увлеченных модой молодых людей. Но прежде чем мы с вами окунемся в изучение его коллекции, стоит поговорить о его детстве. И отчасти именно там кроется разгадка секрета мрачности его коллекции. В возрасте 9 лет маленький Ли подвергся избиению и сексуальному усилию со стороны первого мужа своей старшей сестры Джанет. Это был первый раз. В дальнейшем Макуин не раз подвергался подобным действиям. Своей сестре он признался в этом гораздо позже, всего за 4 года до собственной смерти. Возможно, именно поэтому маргинальные субъекты и истории их жизни – излюбленный мотив Макуина. Его выпускная коллекция в Central Saint Martins носила название «Джек-потрошитель выслеживает своих жертв». Была она вдохновлена историей жизни одного из самых жутких серийных убийц 19-го столетия. Сказать, что коллекция шокировала – это ничего не сказать. На подиум под душераздирающие крики вместо привычного музыкального сопровождения выходили девушки в платьях с принтом, имитирующим пятна крови. В 1991 году мало кто мог оценить подобный перформанс. Однако все-таки нашелся один человек, который и раскрыл Александра Макуина. Этим человеком стала экстравагантная Изабелла Блоу, стилист и главный редактор Татлер. «Тебе тут названивает какая-то сумасшедшая. Я не знаю, она хочет твои вещи», – говорила мама Ли. Я названивала по 6-8 раз в день. И, наконец, тоненький голос на другом конце провода. «Алло, можно ли мне встретиться с вами? Меня зовут Изабелла Блоу. Я до сих пор не знаю, знал ли он тогда, кто я». Так о тех событиях вспоминала сама Блоу. По признанию же Макуина, он действительно не имел ни малейшего понятия, кто она такая. Ему просто отчаянно нужны были деньги. Сделка была совершена. За 5 тысяч фунтов она приобрела всю коллекцию целиком. После она станет не только его музой и другом, но и самым верным амбассадором его таланта. Именно она будет уговаривать всех повсеместно писать о нем и снимать его коллекции. А еще именно Блоу настояла на том, чтобы он использовал свое второе имя – Александр. Оно ей казалось намного звучнее, аристократичнее и романтичнее, чем Ли. «Я не хочу делать такие шоу, с которых уходишь с чувством, как будто только с воскресного обеда. Я хочу, чтобы ты уходил с чувством отвращения или воодушевления, а чтобы это была реальная эмоция. Если ты уходишь без эмоций, значит, я плохо делаю свою работу». Так в одном из интервью сказал сам Александр Макуин. А его показы действительно вызывали эмоции. Джойс Макуин всегда интересовалась историей, и в какой-то момент она задалась целью доказать, что их семья происходит из знаменитого шотландского клана Макуинов с острова Скай. Так Александр Макуин заинтересовался своими шотландскими корнями. В результате его самой скандальной коллекции, которая принесет ему знаменитость по всему миру, станет «Хайланд Рейл» или «Тилованная Шотландия». Окровавленные модели вместами рваны, одежды с торчащими из-под нее обрывками винтов и материи, пошатываясь, выходили на подиум. Некоторые из нарядов были настолько откровенными, что модели буквально прикрывали оголенные места руками. Коллекция вызвала недоумение многих журналистов. Многие посчитали, что этот дизайн эстетизирует насилие. Другие объявили его уже на ненавистничестве, а третьи и вовсе в лицемерии. На следующее утро подобные заголовки появились во всех газетах. Дизайнеру даже пришлось пояснять свою задумку. Он говорил об усиловании в переносном смысле. Шотландию из-за силовала Англия. Макуэн посвятил коллекцию второму якобинскому восстанию, которое было жестоко подавлено британской армией в 1746 году в битве при Каладене. Сотни шотландских женщин были из-за силованы англичанами, а многие кланы вырезаны подчистую. По словам Макуэна, он хотел обратить внимание людей на то, что подобный геноцид происходит и в современном мире. Но даже такое объяснение журналистам и критикам показалось неискренним. Тем более сам Макуэн путался в показаниях от интервью к интервью. Были, конечно, и положительные отзывы. Кто-то назвал эту коллекцию исповедью, делая отсылку к его непростому детству. Так или иначе, цель была достигнута. О нем заговорили. Еще во время учебы в Сен-Мартин студентов возили в Париж. Основной целью этой поездки было посещение различных музеев и выставок. Однако юный Александр Макуэн вместе со своими друзьями сбегал и тайком проникал на парижскую неделю моды. На одном из таких показов публики демонстрировали платье с цветочными принтами и бантами. Живанши – это просто дерьмо для старух. Я никогда бы не стал работать с чем-то подобным. Презюмировал Макуэн. Однако уже в 1996 году заголовки всех французских газет носили совсем другой характер. Французский мир от кутюр переходит на британское время. Тогда президент LBMH Бернар Арно скупал маленькие семейные предприятия и делал их частью глобальной корпорации. После того, как он перевел Джона Гальяна в Диор, Бернар Арно начал искать новую кровь для модного дома Живанши. Такой новой кровью стал английский дизайнер шотландского происхождения Александр Макуэн. То, что Александр и исторический бренд не сходят со характерами, стало понятно с самого начала. С того момента, как Макуэн назвал работы самого Юбера де Живанши незначительными. Дальше хуже. Первую коллекцию, которая была вдохновлена греческими богинями, критики разнесли в пух и перья. Да и сам Макуэн не сказать, чтобы был ею доволен. Да, х**о. Так сам Макуэн описал свою первую кутюрную коллекцию для Живанши в ВОК в 1997 году. Он никогда не скрывал, что ненавидел жизнь в Париже так же, как и работу в Живанши. Так же, как и то, что заработанные деньги он кустил полностью на развитие собственного бренда. Годы, проведенные в Живанши, отложили на творчестве Макуэнна несгладимый отпечаток. Говорят даже, что весенняя коллекция 2001 года стала отражением этого времени. Заняв свои места, зрители оказались перед огромным зеркальным кубом, имитирующим камеру для душевнобольных, вместо традиционного подиума. И были вынуждены смотреть на свое отражение в течение часа, пока шоу намеренно задерживалось. Затем в кубе включился свет и появились модели. Вместо традиционной проходки по подиуму они бились и стучали в стекла, заламывали руки и имитировали довольно правдоподобный нервный срыв и безумие. В финале еще один куб в центре площадки раскрылся и его грани с грохотом разбились на мелкие осколки. Оттуда вылетели сотни мотыльков, а в центре его оказалась обнаженная писательница Мишель Олей. Маски с дыхательной трубкой. Это была интерпретация Макуина работы санитариум американского фотографа Джоэла Питера Уиткина. Сделал он это, чтобы продемонстрировать, что внутренности индустрии моды далеко не так прекрасны, как ее оболочка. Перформанс запомнился на долгие годы и до сих пор считается одним из самых грандиозных. Не секрет, что Макуин был шутником как в жизни, так и на подиуме. Он постоянно над всеми подшучивал. Иногда его шутки были просто на грани фола. Итальянский дизайнер Ромео Джилли, на которого молодой Макуин работал недолго, предложил ему сшить для него пиджак. Это было неким экзаменом, тогда еще для совсем юного и не сильно опытного Макуина. На первой примерке он сказал, что все в общем-то хорошо, но это не то, что ему нужно. На второй примерке он раскритиковал шов, который сделал Макуин и сказал ему переделать. Так продолжалось несколько раз до тех пор, пока Ромео не распорол шов и не увидел в нем записку с надписью «Да пошел ты, Ромео». О своей нелюбви к истеблишменту Макуин говорил не раз, что подтверждало своими поступками. Одну из таких шалостей он совершил еще когда работал на Севиль Роу. На подкладке пиджака принца Чарльза он написал «I can't». Его тут же уволили, но это, впрочем, не помешало Макуину получить звание командора ордена Британской империи несколькими годами позже. В 1994 году он представил публике свои знаменитые брюки-бамстеры. Отличительной их особенностью было, что они сползали с бедер и заканчивались так низко, что были видны ягодицы и даже ложбинка между ними. Посадка брюк была настолько низкой, что в некоторых случаях можно было даже увидеть лобковые волосы моделей. Глядя на все это, он шутил, что подсунул их прямо под нос Анне Винтур. Для меня важно, чтобы женщина чувствовала себя независимой. Не хочу, чтобы она выглядела наивной и хрупкой. Хочу сделать ее такой, чтобы мужикам понадобились по-настоящему большие яйца, чтобы подойти и заговорить. Чтобы она не выглядела так, как будто ее можно использовать. Я хочу, чтобы мужчины держали дистанцию, чтобы ее появление вводило их в ступор. Я однажды видел, как женщина до полусмерти избил ее муж. Я знаю, что такое мизогения. Я хочу, чтобы люди боялись женщин, которых я одеваю. Для Макуина женщины никогда не были слабым полом или нежными цветками. Женщина Макуина это боец, которая отрастила броню и с готовностью принимает все вызовы судьбы, которые ей уготовлены. Поэтому сам Александр Макуин всегда оказывал поддержку тем женщинам, которые, по его мнению, подверглись дискриминации. Именно благодаря ему мир узнал о длинноногой бразильянке Жизель Бунхин. В начале модной карьеры Жизель пришлось столкнуться с многими трудностями и отказами, пока английский дизайнер, восхитившись ее формами, не позвал на свой показ. А когда весь мир моды ополчился на Кейт Мосс из-за очередного скандала, связанного с наркотиками, Макуин вышел в финале своего шоу в футболке с надписью «We love you, Кейт». Вместе с успехом пришли большие деньги, а с ними и пагубные привычки, и нестабильное эмоциональное состояние. Свалившаяся слава в таком молодом возрасте не смогла не повлиять на эмоциональное состояние молодого человека. Чем больше у него было денег, тем менее счастливым он был. Вспоминает его подруга и художник по прическам Мира Чайхайт. Деньгами пришли и наркотики, а вместе с ними перепады настроения, гнев, агрессия и недовольство собственной внешностью. Он сделал липосакцию, однако и это не принесло ему счастья. Наоборот, он еще больше потерял себя. Я изменил свою внешность и сделал это зря, потому что потерял контакт с тем, кем я был. Позже признался сам Макуин. В завершение всего в 2007 году не стало его музы, подруги и крестной мамы в мире моды Изабеллы Блоу. Для него ее смерть стала настоящим ударом. И хотя в последнее время их отношения несколько охладели из-за того, что когда Макуина позвали в Живанши, он не предоставил ей места в команде. Однако он никогда не отрицал, что она сделала для него очень много. Она же, в свою очередь, до конца своих дней беззаветно любила своего протеже. Все, кто видел его на похоронах Блоу, в один голос говорили, что на нем не было лица. Его последней коллекцией стала Платус Атланти, что в переводе значит Атлантида Платона. Древнегреческий философ в своих диалогах упоминал об острове, которому более 9 тысяч лет и на котором, по его мнению, царит идеальный строй. Вот только процветание ее длилось недолго. В результате землетрясения и огромного наводнения она якобы ушла полностью под воду. Для самого Макуина коллекция стала выражением опасения, что подобная ситуация может случиться и с ныне существующими материками. Уже по сложившейся традиции показ стал настоящим представлением. Он должен был транслироваться на онлайн-платформе Nikonaito Show Studio. В примере показа Леди Гага опубликовала в Твиттере, сейчас эта соцсеть называется ExPost, о том, что на этом показе состоится премьера ее песни Bad Romance. Уже спустя буквально пару секунд на Show Studio перешло 29 тысяч человек, а сайт моментально обвалился. Зрители показа также являлись частью шоу. Камеры выводили на большой экран не только модели и детали образов, но и лица людей, сидящих на первом ряду, чтобы все могли наблюдать за реакцией, которую производит эта коллекция. Именно в этой коллекции Макуин представил свои легендарные ботильоны Армадилла на 30-сантиметровом каблуке. Армадилла в переводе с английского означает броненосец. И когда модели на бэкстейдже увидели эти туфли, каждая из них отказались выходить в этом на подиум, не без оснований, опасаясь за свою жизнь. Фотограф Ник Найт вспоминает об этом так. Макуин отводил модели в сторонку, что-то им говорил, что именно неизвестно. И все они одевали Армадилла. В итоге ни одна модель не упала, даже не споткнулась. 11 февраля 2010 года, на следующий день после показа, его нашли мертвым в своей квартире. Простите меня, пожалуйста, присмотрите за моими собаками. Простите, я вас люблю. Гласила предсмертная записка Александра Макуина. В 2011 году Институт костюма Митрополитен музея посвятили его творчеству выставку. Она стала самой посещаемой в истории мероприятия, а после повторила свой успех в музее Виктории и Альберта в Лондоне. А сам он 4 раза получал звание лучшего британского дизайнера года. И стал лучшим зарубежным дизайнером по версии CFDA в 2003 году. После его смерти для бренда Александра Макуин открылась новая глава под названием Сара Берта. Но это уже тема для отдельного разговора. А что будет дальше, как всегда, покажет история. Коллекция в Central Saint Martins носила название The Jack... The Jack-Потрошитель. Носитель говяжьего языка. The Jack-Потрошитель. Субтитры создавал DimaTorzok